Что касается моего ответа Дмитрию Быкову, во-первых, есть такая русская пословица «каков привет, таков и ответ», это во-первых. А если говорить серьезно, это опять же к вопросу о свободе слова, о журналистике. Хотя это было так все, в общем-то, как бы в шутку, и с той, и с другой стороны, на самом деле это очень серьезная вещь. Зачем я ответила так? Можно было бы не отвечать, но как бы уже немножко надоело не отвечать. Вопрос, как отвечать? Какие есть варианты? Вот давайте вместе подумаем, а какие есть варианты? Мы государственное ведомство, мы можем что? Публиковать пресс-релиз. Как это глупо, как это неправильно, как это пошло. Еще более пошло включать какие-то административные рубильники и говорить о том, что у нас вообще в крови-то и в истории нашего государства нормальная практика ссылать за стихи на Кавказ раньше было. И не дай бог, поэтому вариантов нет. Ты должен идти, и как бы тебе было неуютно, некомфортно, иногда страшно, ты должен идти и отвечать так, какой вызов тебе был брошен. Конечно, это была, многие говорили, что это была какая-то поэтическая дуэль. По форме, безусловно, но, конечно, по сути, он профессиональный поэт. Я, так сказать, поэзией не страдаю, поэтому, конечно, он талантлив. Для меня это никогда не было. Я всегда была потребителем вот в этой сфере, моя роль была всегда созерцательная. Я действительно люблю поэзию, мне нравится. Оставим этот вопрос. Ну, конечно, я ничего такого не пишу, кроме каких-то наших капустников или каких-то... Иногда бывает, когда, знаете, вот эмоции выходят именно так. Да, вот когда какие-то очень сильные такие переживания душевные, они выходят вот таким образом. Ну, конечно, никаких поэтических сборников или чего-то такого регулярного у меня не было, и в голову такое не пришло. Но, как вы знаете, мы, по-моему, все всегда писали какие-то там, такие какие-то, я не знаю, эпиграммы, пародии. Ну, вот была, кстати говоря, очень хорошая статья, по-моему, Вашингтон пост, они писали о том, как российские дипломаты используют поэзию кто-то как хобби, кто-то для каких-то таких даже, там, не знаю, как сказать, неформальных вечеров и так далее. Вот поэтому у меня никогда в эту... это никогда не было ни серьезным хобби, это просто такая вот русская народная забава. Но еще раз говорю, для меня это очень важно, мне кажется, показать, что ответ должен быть таким же, каким был выражен, я не знаю, я не могу сказать, что это был протест, ну, там, недовольство или, там, критика и так далее. Вот так надо делать, а не начинать нажимать на все, там, кнопки и рубильники и говорить о том, что... какой ужас. Не, не ужас, взяли, ответили.